Подгузники, одежда, пеленки, детская косметика и другие предметы первой необходимости. С первого дня появления на свет это было как никогда кстати, вспоминает Вера, мама полугодовалого малыша. В роддоме им выдали бэби-бокс. Это большая картонная коробка с вещами и средствами ухода для ребенка. Там были памперсы нормального качества, были вещи из натуральной ткани, были салфетки. То есть на первое время ребенку нужные вещи. Не бегать по магазинам, чтобы не было лишних трат. Отменил тендер на закупку бэби-боксов антимонопольный комитет. Причина – жалобы и троллинг. Державное предприятие в профессиональной закупке не огласило тендер, однако через певные порушения, через величезную количество скарг, так званный тендерный троллинг, просто эта закупка не произошла, была отменена и фактически до конца года ее удостоверить будет неможливо. Наборы для малышей заменят денежные компенсации. Роженицам будут выдавать около 5000 гривен. Все бы хорошо, но довольно высока вероятность того, что некоторые матери потратят эти средства не по назначению. Все социальные родины, особенно малозабеспеченные, особенно если родина неблагополучная, то они обычно свои деньги витрачают на все, что угодно, кроме детей. Когда мы в натуральном выгляде выдаем такой бокс, где есть все необходимое на первый этап, скажем так, для малюка, то, в принципе, это спонукает все одно родину использовать эти вещи. Кроме того, по словам Свечинского, все товары, которые входили в состав Боби-бокса, отечественного производства. В год в рамках такого госзаказа выпускалось около полумиллиона коробок. И если потребность в наборах для малышей отпадет, многие лишатся работы. К слову, на форумах молодые мамы пишут, что стать обладателями коробочек для малышей посчастливилось не всем. В некоторых роддомах наборы даже не начали выдавать.